По итогам публичных слушаний проекта генплана Севастополя было собрано 9,5 тысяч предложений. В основном они касались изменений функционального назначения территорий с малоэтажной жилой застройки в зону застройки индивидуальными жилыми домами. На первом заседании члены комиссии по уточнению проекта генплана Севастополя рассмотрели более 2 тысяч обращений. Положительное решение приняли по большинству из них. Так, район Матросского холма и Матюшенко останется зоной индивидуальной жилой застройки. Кроме того, обсудили предложения по корабельной и северной стороне. Следующие заседания комиссии, они будут посвящены садоводам. Это тоже достаточно большой блок вопросов, порядка около тысячи заявлений. Следующий блок – это будет блок транспорта, участков попавших в природоохранные и природные территории и зоны спецназначения. Итоги работы комиссии планируют подвести 7 июля. Мы планируем проведение по две заседания комиссии в неделю. Вероятнее всего по средам и пятницам. Вероятнее всего здесь, вероятнее всего в районе 11 часов, как это происходит сегодня. А теперь вопрос, а если мы до 7 июля не управимся? У нас нет других вариантов. Коллеги, значит тогда нужно будет проводить не два заседания комиссии, а пять. И сидеть не три часа, а 24. Других вариантов нет. Все замечания учтут разработчики. Вопрос о повторных общественных слушаниях будет решаться по итогам работы комиссии. Вероника Андреева, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.